Гриб Гриб – это болезнь. Она заражает всех. Можно заболеть. Надо уколы делать. Что нужно делать, чтобы не заразиться грибом? Что это с тобой болезнь такая? Мне кажется, что, чтобы не заболеть грибом, надо пить чай с лимоном. Я думаю, что надо кашу есть. Что мне нужно делать, чтобы не бояться гриба? Ну, надо копаться в густой траве. Никогда нельзя брать разных жуков и уличных животных, потому что на них может быть разная зараза. Мне кажется, что надо есть фрукты, те продукты, которые с витаминами. Гриб – это болезнь. Это какие-то плохие микробы с улицы залезают нам в организм. Вирус, он очень маленький, его невозможно разглядеть. Он попадает к нам в организм очень быстро, даже мы не замечаем. Он может даже быть на далёкой улице и сразу размножиться везде, по всему городу. Есть такая гусеница, она пушистая, но на ней есть небольшие шипы. Если шипы попадут вам в руку, то вам будет казаться, что вы задыхаетесь и не будете чувствовать рук, ног. Но есть одно лекарство, которое может спасти человека. Надо идти срочно в больницу, и вам могут дать лекарство. Но это лекарство очень дорогое и редкое. Взрослый, потому что у него уже привык организм к болезням, и у него, наверное, быстрее пройдёт. Мне кажется, что грипп – это такой грипп на ногах, который… Ну, ты его съела, и, ну, тебе становится плохо, ну, из него всякие микробы вылезают. Надо прививки делать специальные от гриппа, чтобы им не заболеть. Нельзя собак трогать грязных. На них тоже есть всякие бактерии и грипп. И можно гриппом заразиться, у них плохо было. Ребёнку легче, потому что в взрослых больше попадёт вирус, а в маленьких – быстрее вылечить маленький вирус. Я поехала бы в больницу, и мне бы сделали операцию. У бактерий есть разные степени гриппа, заболевания. Если первая стадия гриппа, то это нормально, можно вылечить. Ну, а если десятая, то, возможно, не спасти человека. А как ты думаешь, кому легче болеть – детям или взрослым? Как взрослые переносят болячки? Как вы думаете, мама, папа? Мне кажется, то, что они переносят это легче, чем дети. А с чем это связано? Ну, потому что они уже, как бы, ну, они уже переборели. Ну, болезни у них, ну, эти болезни уже были, и они уже знают, как с ними бороться, как их вылечить, ну, быстро. И из-за этого они долго не болеют. Каждый новенький ребенок вылетает из пеленок и теряется повсюду и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него.